Кончилась экскурсия по музею-усадьбе Александра Сергеевича Пушкина. Мы идем вон вдалеке, какая-то вот часовенькая деревянная. Виктория ее узрела. Но дело даже не в том, земляне. Вот мы сейчас прошли оттуда, там есть дуб, который, ну, не знаю, посадил или Пушкин, но он сто процентов под ним ходил, потому что 250 лет ему, да? Виктория говорит, а что, говорит, сорвать листочек, засушим. Это именно тот дуб, под которым был Пушкин, и навевала его там на поэзию. Вдохновлял. Может быть, он у нас тоже будет вдохновлять, да, этот листочек? Достанем, потрогаем его, руками погладим и скажем что-нибудь. О, мгновение, ты прекрасна. Или там еще что-нибудь. Какая старинная часовенька из дерева. Дерево уже аж черное. И мы прошли несколько километров. Ее сдалека видно. Виктория говорит, пойдем посмотрим. Пойдем, конечно, мне тоже интересно. Смотрите, черное дерево, вот ее реставрируют, тоже покрывают деревом. Но я думаю, а как же между досками вода не проходит? Вот, ну, я понимаю, там пазы, что-то делали, но все равно. Пойди, оно же должно подтекать. Вот, вот это же все рисунки. Представляете, я сейчас увеличу, и все это сделано из деревянных дощечек. И все делалось топором. Хорошо, что ее покрыли не профлистом. Не догадались. Ну что, там есть проход? Да нет, наверное. Но все-таки опять же деревом. И она так же потемнеет. И будет такое, вот, как и было. Сколько лет? Интересно, это часовинки. Уже таких не будут делать. Не-а. Сейчас делают золотые купола. А тогда дерево. А мне что-то дороже, вот, именно этот купол. Нежели золотой. Как-то он ближе, по душе. Дерево, оно мягкое, доброе. Оно обладает магической силой. Все деревянное. Даже когда она срублена, все равно какой-то... Она живет другой жизнью. Ну что, куда-то она пошла. Я отойду еще с этой стороны, посмотрю. Поэтому, вот мы живем в деревянном доме, А он обладает магической силой. И в нем я себя чувствую совсем не так, как до этого жил в кирпичном доме, там, или в квартире жил, в бетонной. Ой, совсем не то. И сон другой, и впечатления другие. И, знаете, вот навевает на тебя что-то, романтика какая-то, вдохновение. Вот мы и пришли, чтобы посмотреть и вдохновиться. С криптом Виктория обошла. А я поленился. Вот, честоколый. Ну что, все равно, вид какой хороший. Она будет снимать для Инстаграма. А я вот здесь. Земляне. Специально для подписчиков канала Александр и Док. Тоже, видите, у меня как частокол. Мой палец. Идем мы. Вон ходили. Видите, вот к этой часовинке деревянной. Идем, идем. И вы знаете, что я увидел в земляне? Вот, что я увидел. За 1800 километров я увидел наш почтовый ящик. Вот. Вот она, почта. Выдавлена нами. Вот эти все планочки. Это я разрабатывал конструкцию этого. Вот наш замок. Вот она, защелочка. Видите? Все сделано нашими руками. Вот эти клепки. контактная сварка. Это дырочка для крепления. Но это он уже сам приклеил. Хозяин. Ой. Ой. Что-то рвется. Приятно как-то. На душе тепло. Вот ты делаешь, а оно потом работает. Люди пользуются. Покрасили уже. А мы находимся в Большом Болдино. У здесь заповедник Александра Сергеевича Пушкина. Приезжали сюда за 200 километров с Нижнего Новгорода. И вот увидел. Вот. Увидел, подошел. Потрогал руками.